Продолжение следует... Продолжение следует... По технике безопасности в организациях и на предприятиях, а также специалистов в социальной сфере и социальных работников. В чем преимущество неформального образования? Во-первых, это способ его получения без учета места, сроков и формы обучения. Во-вторых, определение приоритетных направлений обучения на основе изучения потребностей рынка образовательных услуг. В-третьих, связь с практикой, гибкие программы, расписание и выбор места проведения занятий. Я Заталокина Лидия. Работаю социальным работником в городе Исиль на дому. В апреле этого года я обучалась на дистанционных неформальных курсах. И для меня лично, как для мамы, это было очень удобно, так как у меня двое маленьких детей. Мне не пришлось выезжать в другой город. И мои получатели услуг не остались без обслуживания. По окончанию курса выдается сертификат установленного образца. Достигайте поставленных целей, получив неформальное образование в Кокшитавском университете имени Абая Мрзахметова.